Вот так складывается ситуация, что сейчас в информационном поле активных людей появилась информация о выходе из тысячелетнего тупика. То есть название, представляете, крутое. Посыл какой? Если в умолчании остается после этого оглашения, то мы находимся в далеко не цветущем состоянии, в тупике. В этом тупике мы находимся тысячу лет, а тут дается какой-то выход. Длинного, долгого, долгого тупика тысячу лет. То есть, в мой взгляд, информация очень важная. Мы тоже пытаемся из этого тупика выйти. Я сейчас предлагаю действовать по такому плану. Очень коротко, из 15-минутного ролика, плюс то, что уважаемая дама рассказывала из своих выступлений, изложу их позицию. Я, конечно, постараюсь, чтобы наиболее близко к тому, что они предлагают. Итак, в чем суть? Значит, вот из ролика, который распространяется около 15 минут, я вынес следующее. Значит, там речь о чем идет. О чем идет? Что, оказывается, у нас есть конституция о стране. Вот, и эта конституция является высшим законом для всех живущей в стране. А в этой конституции записано, что кто у нас самый главный, кто у нас осуществляет власть? Народ. Он является единственным, его там, я не буду сейчас цитировать статью, там и номера называть, но слышу. Да, является народ. И он осуществляет власть или непосредственно, вот непосредственно это управление, или же опосредованно через государственные органы власти и органы местного самоуправления. Опосредованно. Причем, излагается так, что власть это владение. Раскрывается владение. Мы обладаем большущими владениями, страна наша. Ну там, значит, автор перечисляет, что у нас и газ, и нефть. Ну там где-то такие, да? Газ и нефть, там мы такие богатые. Из года в год становимся богаче. И вот сейчас бюджет, по его словам, значит, 12 триллионов рублей. Я прошу прощения. 12 триллионов рублей. Это что получается? 1,2 умножить на 10 в 12 степени, да? Да, бюджет, бюджет. Что предлагается? Раз наши органы власти не справляются с нормальным нашим жизнью, предлагается следующее. Не доверять им больше, раз они из доверия вышли. А осуществлять владение вот этими вещами напрямую, непосредственно. То есть бюджет есть. Просчитали, разделили на сколько там? 142 говоря, да? Миллиона человек. Сорок процентов. Вот. Разделили. И вот это... Ну и... Поправка. Да. Естественно, не все на 142 миллиона, а разделить таким образом. Часть средств из бюджета оставить федералом на федеральные программы. 10 процентов федерального уровня. И дальше по не спадающей. Там дальше у нас федеральные округа есть. Вот им 10 процентов на программы, значит, какие там это... Окружного характера, да? Вот эти округа. Ниже субъекты федерации пошли. Им еще 10 процентов. Ниже. Что там у нас? Муниципальные органы власти. Дальше. И опускаясь, если не ошибаюсь, до дома. Вот ТСЖ у нас там есть, ТОС и все прочее. Ну и остатки 40 процентов из этого. 40 процентов, я думаю, из нас. Зачем это нужно? Ну, чтобы эти люди непосредственно могли обеспечить себе нормальную жизнь. Как они это видят? Вот такой принцип. Но, чтобы это все прошло, необходимо, чтобы люди захотели этого. Что же мы тут? Надо же активно включаться в свои отстанивания, в своих прав и так далее. Поэтому, чтобы это прошло, чтобы замечена была наша инициатива эта, нужно написать соответствующего, значит, содержание письма. Кому? Ну, раз вот эти ничего и без слуху. Самому напрямую. Прямо кому? Президенту и премьеру. Подготовлен текст письма, содержание которого 40 процентов каждому из нас. А вот на все эти уровни по 10 процентов. При этом, в конце, в конце, значит, обязуюсь отчитаться, буду обязан, значит, отчитаться в исполнении государственного бюджета по строке «Непосредственное обеспечение качества жизни гражданина перед вами». То есть, перед премьером и перед президентом. В порядке обратной связи между гражданином и государством, о котором вы говорили в своем послании, значит, вот недавно было, да? Вот. Ну, и считается, что вот в этом письме, я процитирую, другого способа заставить чиновников служить народу Российской Федерации, справиться с закоренелой коррупцией и так далее, невозможно. Ну, чтобы все это прошло, нужен порог, не знаю, куда они порог такой взяли. Порог нужен 2 миллиона человек набрать с этими, значит, обращениями. Ну, естественно, обязательно, чтобы это было действовано, вот этот текст должен подтвержден быть личной печатью, гербовой печатью. Иначе, ну, как бы, не имеет статусности. Понятно, да? Дальше, что для этого нужно? Нужно, так, а есть представители, кто знает информацию подробно, сколько печать стоит и так дальше? 400 рублей, говори. Как? 400 рублей. Всего-то 400 рублей. Значит, печать 400. Говорят, за 250 рублей. Ну, это в хорошей оснастке печать 400. Стоп, стоп, стоп. Я так понимаю, что рассылка идет с одного места. Я так понимаю, где вот эти инициативные группы, где она? В Москве или где она борьбируется? Не знаю. Где-то по Волжье. По Волжье, да? То есть там, ну, неважно. То есть в одном месте, так понимаю. Почему, что эту печать можно заказать даже в Новосибирске? Нет, я так понимаю. То есть она будет соответствовать. У нас, товарищи, здесь это самое. Уже некоторые взяли. Только оттуда рассылка идет. Гербовая печать личная. Только вот с того места. Это тогда, наверное, только... 400 рублей. 350. 350. Что за КВД? Нет, для себестоимости ее не очень большая. Потому что, если 2 миллиона они хотят этой печали, они там меняют только что фамилии, имя и общество, и все остальное там готово. 350 рублей. Разве что может резон именно оттуда, чтобы она была зарегистрирована. Лично? Что зарегистрировано? Юридически была зарегистрирована. Фирма? Да зарегистрирована, там фирма зарегистрирована. Нет, печать личная. Печать была зарегистрирована. Кажется, печать Гербова, она регистрируется в Леске. Вот. Допустим, печать... Да. Попрошу, попрошу. Это уже другой. Я сейчас излагаю позицию людей. 350 рублей. Вот. И печать проставляем вот эти, значит, воззвания и туда. Вот, в принципе, выход из тысячелетнего табика. Вот. Поэтому, ну давайте посмотрим на эту ситуацию, как говорится, здравым смыслом, здравым взглядом. И пусть нам поможет в этом, ну что, концепция общественной безопасности. Хотя я думаю, что это синонимы. Здравый смысл и концепция общественной безопасности. Концептуальным взглядом. Можно и так сказать. Итак. Отнесёмся. С некоторыми... С некоторой теменологией. Во-первых. Детьми называется власть, это владение. Владею, значит, власть. Давайте вспомним позиции и концепты. Что такое власть? Реализуемая способность управления. Управление для нас, точно же. Управление прежде всего. Они так и говорят, давайте управлять вот этими вещами. Хорошо. Управление. 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 Делами. Ну, жизнеобщество по большому. Точно же. В данном случае, обратите внимание. Вот, вопрос такой. Залу. Чтобы появился вот этот бюджет, наполнился реальным содержанием. Просто напечатаны были бумажки. А чтобы действительно покупатель в реальном изложении бюджет появился. Что для этого нужно? Производство. Конечно же. Нужно поработать. Точно же? Производство. Давайте. Производство. Производство. А что за этим стоит словом? Производство. Производство. Что за этим словом стоит? Что оно подразумевает? Заводы, шарфы, сельское хозяйство. Точно. То есть, ну скажем так. Значит, сельское хозяйство здесь, да? Вот. Что еще? Промысленность, строительство. Промысленность. Там и обрабатывающая, и тяжелая, и какая угодно, да? Транспорт, наверное, точно же. Ну, перевозки нужны, да? Транспорт. И много-много чего другого. Транспорт. Транспорт. А что мы могли бы вычислить, вычислить, ой, ну да. На что обратить особое внимание, чтобы производство хорошо работало? Значит, мы получили вот здесь не 12 триллионов, а хотя бы там это, на порядок больше и так дальше. Рабочее. Чтобы работало промышленность, сельское хозяйство, транспорт и так дальше. Что бы тут еще неплохо было бы указать? Управление это особое. Управление, конечно. Но я хотел бы так, очень коротко. Кредитно-финансовая система как функционирует. Согласны? Точно же? К сожалению, мы уже знаем, что при одном, значит, порядке функционирования кредитно-финансовой системы, что там с судным процентом по, значит, кредитам, да. Что там с тарифами, как регулирование идет тарифов, да. Скачки там есть ежегодные или, как в Штатах, запрещается повышение, если не ошибаюсь, на более чем на один процент тарифов на электроэнергию только лишь с разрешением государственным уровнем выше, там, или семнадцатый или каналец только может разрешить. Представляете? В так называемой стране вот этой, рыночной, на один процент, если больше хочешь, вот там, вот такой капитализм. То есть согласны, да, кредитно-финансовая система, а чтобы хорошие люди работали, грамотные и все прочее, как тут без системы образования? Я понимаю. Точно же? Да мы что, это система образования, да. Я уже не говорю о первичном факторе нравственности, преобладающей в обществе. То есть вот эти вопросы, вот эти вопросы, здесь, что, насколько я понимаю, не обсуждаются. Вот сколько я смотрел, два ролика я посмотрел, обсуждаются только, извините, вспомнил вот эту песенку «Тили-тили-тролливали». Как там? Антошка, Антошка, давай копать картошку, а что Антошка говорит? То есть давай копать картошку, Антошка. Это мы не проходили, это мы. А потом что? Последний куплет. Антошка, Антошка, готов к обеду ложку. Пожалуйста. То есть этот пункт мы готовы. И что отвечает Антошка? Вот тут, ребята, вряд ли я что там… Это братцы спасили, откажусь теперь едва ли. Откажусь теперь едва ли. Нет, конечно, тут надо хорошо потрудиться, уверяю вас, чтобы триста пятьдесят рублей умножить на два миллиона на десять шестой степени. Что будет? Сколько рублей будет? Да это пятьсот миллионов. Семь миллионов. Семь миллионов. Семьсот на десять шестой. Семь миллионов. Чтобы ни из чего получить такие деньги на «Хорошо», на «Атолор» картошку покопать кое-кому. Ну, пускай триста пятьдесят рублей, теперь стоимость пускай там уйдет, я уже сосчитал за вас. Значит, двести рублей пускай останется в фирме прибыли. Уважаемые мои, если наберется один миллион человек, это получится сколько? Двести миллионов рублей. Я уже посчитал. На эти деньги мы в течение, если бы мы получили такие деньги, если бы у нас голова сработала, такой проект провести, да, и добиться успеха. Мы бы во всех регионах страны, во всех субъектах федерации имели бы штабы, там где бы устойчиво они работали без учета взносов партийных. Люди, как минимум по два человека получали бы суточные, ежедневно работающие. Оплачивали бы, это самое, значит, аренду помещений во всех. В течение десяти лет. Плюс выпуск газет, листовок, ну и литература, литература у нас, как говорили, возвращается тут, ну, чтобы запустить выпуск литературы, нужно будет сходить, они нам возвращаются после фондажа. В течение десяти лет мы бы функционировали вот так успешно, устойчиво. Поэтому я приветствую этот проект, ну, при одном условии. Если вот эти денежки мы получим, да, и сможем запустить на вот это. надо спросить у организаторов выхода тупиковцев, что они будут делать с этими деньгами. вот если согласятся на такое, я сделаю две печати тупиковые. Идем дальше. Идем дальше. Мы ведь даже не знаем, они собирают, они рассчитывают на эти деньги или нет? Возможно, это все делать должны люди по месту жительства. Понимаете? Вот так. Восибирске. В других местах. Еще один вопрос. Еще один вопрос. Я почему-то не пойму. Вот даже сейчас можно посчитать, у кого есть калькулятор. Двенадцать триллионов рублей. Да разделите, пожалуйста, на сто сорок два миллиона. Двенадцать за сорок процентов. Вот. И потом сорок. Возьмите процентов. Если я не ошибаюсь, я вчера не поленился, зашел на сайт, и там на следующий год у нас бюджет. Что-то около восьми там с учетом инфляции. Девять триллионов. Не знаю откуда двенадцать, но пускай будет двенадцать. Четыре триллиона вообще-то если сорок процентов. То в целом там получается, с учетом ежемесячной выплаты будут из этих вещей сорок процентов, это будет чуть меньше трех тысяч. Три тысячи рублей. Ну и они признают там вот, значит, видимо вопросы там люди задавали, и ведущие отвечают. Ну вот некоторые говорят, что раз люди получат деньги большие, видимо подразумеваются большущие деньги. Или они подумали, что мы не посчитаем, или я не знаю. Может я ошибся, не знаю, тут большие еще деньги. Две целых восемьдесят тысяч. Сколько? Две целых, ну две восемьсот. Ну об этом я вижу, что меньше трех тысяч. Вот. Или же на что не надеялись, не знаю. Ну и сказали, ну как? Это вам так кажется. Представьте себе. Самое главное, это цель в жизни, это работать от души, от любви, а не непосредственным потребностям, чтобы вынуждены, чтобы прокормиться. Идея-то хорошая, действительно. Это же идея коммунизма. То есть люди перескакивают в общество там, где нравственность какая будет. От себя все, себе то, что мне потребно. Причем потребности, естественно, к тому времени должны люди уже понять, да, что же мне нужно для того, чтобы я воспитал себя действительно человека, по большому счету. Вот они считают, что, ну, не буду клинировать, ну как, это прелесть, я буду искать любимую работу, а не буду заниматься этим. Понимаете? Вот такое объяснение на этот вопрос, который прозвучал, видимо, но там не было диалога записано, там был только монолог человека, вот это он отвечал на некоторый вопрос. У меня следующий вопрос еще возник. Мой человек плавно перешел от управления к владению, к обеду, да? К обеду перешел. Называя газ, нефть и прочее. Вопрос. Вопрос. Газ, нефть, да, это на нашей территории. А собственник там, кто уже? Этих лесов нынче. Собственник этих нефтяных качалок и так дальше. Когда наш самый великий, всех времен и поколений, лучший финансист Кудрин. Слышите такое, да? Вот. Кстати, я недавно подколол наш пример, это вы там, кто, типа, вы самый лучший, а от кого это вы, так сказать? Кто-то принимал, типа, помните, там, при встрече личной, как-то вопрос ему такой. Вы самый лучший финансист в мире. Он намекнул кое-что на кое-какие последствия. Когда это было, хотя бы? Вот. Значит, лучший финансист, он что говорит? У нас проблема, да, не все попадает в бюджет из-за оптимизации. Ну, подразумевалось, оптимизации ухода на блогов. Очень многие наши большие, значит, те фирмы, корпорации прописаны в офшорах, вот. То есть, за границей, за территорией нашей страны и походят вот таким образом, оптимизируют налогообложения. Но, это нельзя считать незаконным. Вот слова Кудрина. Ну, понятно, какую правую линию. Поэтому, возник вопрос там еще, он на него ответил. А как же бюджет? Из чего его вот эти деньги берутся? С бюджета. Так это надо менять бюджетное законодательство и все прочее. Человек отвечает. А пошли, пошли они куда подальше. Вот эти ребята, которые мало ли не законов тут нам понаделали. Я что, подписывался под этими законами? Я подписался под референдумом. Или что там было? Референдум ничего не было. Я расписался. Добро даю нам ввод в действие вот этой Конституции. А вот эти законы, которые понаделали вот эти ребята различного уровня. Федеральная и подзаконные акты. Я под ними не подписывался. Поэтому, пускай они там пишут эти бюджетные кодексы и прочее, мне дают то, что положено. Я хозяин страны и через непосредственно управление, да еще и с печатью, попробуй откажи. Вот такая позиция этих людей. Ну, наверное, можно вспомнить нам, вообще-то, вы, наверное, поддержите меня в этом плане, что такое Конституция, по большому счету. Через призму ветвей власти. Это какая ветвь власти? У нас дерево, помните, образ хороший. Тут корни пошли, а тут земля, корней не видно. Ствол видно и дальше ветви власти. Нам говорят так, что у нас существуют три независимые ветви власти. Какие? Законодательная власть. Она формирует юридические нормы, по которым мы живем. Какая еще власть? Исполнительная. Что-то проводит в жизни, что-то проводит. Мы будем сейчас разбираться, что она проводит. И что еще? Судебно-следственная. Судебная власть. Она по рукам бьет, если в этом что-то нарушили. Ну, сейчас вот говорят, уже все признают, есть еще идеологическая власть. Она там это, языком это самое, кого-то что-то обслуживает. И все. Причем они, мечта наших либералов, чтобы эти ветви власти были, как? Независимы. Независимы. Друг от друга. Вот если через этот образ, через ветви, ну это немножко абсурд. Наша позиция, зри в корене, да? Что существует еще какая власть? Концептуальная. А что молчим? Или все и так понятно, что устали языками, да? Все присутствующие понимают. Суть концептуальной власти, вот она реально, используя все ресурсы в обществе, которые есть, а вот это тоже в том числе ресурсы, чтобы провести какой-то замысел. Ну, мы знаем, что замысл, если так вычленять там это, вычищать через фильтру, значит, два фильтра поставить, один фильтр прочищает, убирает все зло, а другой фильтр наоборот, вычищает все добро, пропускает зло. Ну, то будут два замысла. Ну, по жизни редко кто так следует. Мы носители одного и другого. И даже иногда даже наши, как мы говорим, противники, иногда смотришь, у них что-то положительное проскакивает. То есть, это если в чистом виде. Итак, концептуальная власть проводит в жизнь замысел, жизнеустройство. Через объяснялку, объясняя, что да, вот это хорошо. Вот она, идеологическая власть. То есть, некая обверточка той конфетки, которая внутри. Именно так надо жить, люди. Смотрите, как классно. Либерализм, это же как бы свобода, равное условие, и пошло-поехало. Ну, дальше понятно. Законодательная власть, она как раз вот эту концепцию юридической формы проводит. И если ошибочно, там какой-то закон написали, как бы, в противоречии с концептуальной властью, ну, на что по жизни? Игнорируются эти законы. И наоборот, работают другие, не писаны какие-то законы. Вот, отступление сделаю. Со школьниками проводил занятия в юридическом классе. Приводил пример, значит, фильм «Варшовский стрелок». Помните, когда там негодяи надругались на девчонки. Все, факты налицо, преступление есть, законы есть, все прочее, да? А на выходе, что? Никакого, значит, это самое. Почему? Нашлись, значит, это самое, значит, сторонники другой концепции, защитили негодяев. Тогда этот дедок начинает творить свой самосуд, якобы, да? Берет винтовку, помните, начинает это. У меня вопрос был школьникам. Вот смотрите, старший лейтенант нашел эту винтовку вот этого дедка. Что он должен был по закону сделать? А их, это будущий юрист. Юристы в этом классе. Юридическое направление. Что? Вы же тут говорили, мой подтекст был такой, что главные законы, чтобы в стране все соблюдали, это будет счастливое у нас общество и так дальше. Вот по закону, что нужно делать? Старший лейтенант, естественно, сдал. Террорист какой-то тут с винтовкой оптической. Естественно, нужно было винтовку в одно место деда, в другое место и все прочее. А вы бы как посмотрели? И пауза, тишина в классе, понимаете? Детишкам странный вопрос. Ёлки зеленые, их тут учат. Законы, законы, все классное. Тут если по закону следовать, кто поддерживает деятельность этого старшего лейтенанта? Подняли силу, но некоторые не подняли руки. Прокатали детишку уже. Нет, надо по закону, надо было сдавать, он виноват. Все. Потому что он не по закону действовал. Самосуд. Вот как бы отступление вот это. То есть что-то есть другое. Есть еще, кроме закона, в этом смысле мы знаем, да, есть власть концептуальная. А там движет властью нравственные мерила. В этом смысле, помните, Иисус был как бы не очень праведником, но не очень законником был по тем временам. Он наоборот говорил, что смотрите, что это за законы у вас такие, точно же? Преступником был, как нынче к Сталину. Да, преступник там, много чего навредил-то. Но это отдельная тема разговора. Исполнительная власть проводит в жизни, мы знаем там, различными, какими угодно. Используя и вот эти отвертки, оболвания и так далее. Структурным, как мы говорим, и бесструктурным методом проводит в жизнь концепцию. Концепцию. Исполнительная власть. Ну а судебная, понятно, по рукам тех, которые мешают продвигать этот замысел в жизнь. Все. Так в этой связи-то возвращаемся к вопросу. Конституция. Это что? Какая веточка власти? Законодательная. Законодательная. Самый основной закон. Законодательная. Теперь давайте вот это самое. Все, мы нашли эти 22 миллиона. Соберем этих печатей, подписей. 22 миллиона. Паррокс в десятикратный пройдет. Написали. Ну что дальше? А опыт уже у нас должен добыть. Мы должны учиться. Референдума у нас не было, когда 83 или 87 процентов было за то, чтобы союз остался. 76. Ну, подавляющее. Ну если не подавляющее, то заметное. Большинство. Там атамаскапа, вон своло, против, только в основном. Ну, прибалка там немножко. Нет. Там были дисфории, которые вообще не было свято. Грузия. Ну может быть так, но в основном, я к чему, факт какой-то. Референдумы уже были. Это маленький, что-то подобное. Референдум. Ну так. Если тогда плюнули на большинство подавляющее, ну нынче власть другая. На два миллиона, обратите внимание, и это. А теперь давайте возвращаемся к варианту, что пройдет это. Пройдет. Ну как вы считаете, исходя из состояния общественной нравственности, уровня общественной нравственности, да? Не будет три тысячи. Считаем, что тут будет триста тысяч. Триста тысяч упадет он сверху. Вот как вы считаете, ну, большинство будет действовать так, как вот человек предложит. Да, он будет искать любимую работу. Значит, а свадь ложить, как он говорит, а свадь, значит, то, все, он будет. Только любимую искать работу. И, видимо, найдет. Видимо, по умолчанию, и, видимо, найдет. Ну, любимую. Много ли среди нас, я имею в виду в обществе, людей, которые, да, независимо от оплаты, будут любимую работу делать? Вот, видимо, он считает, что так будет. То есть, видеть, к чему он будет. Вопрос, кто будет делать нелюбимую? А кто будет делать нелюбимую, куда найдет? Да, есть же золотари у нас, ну, у кого же это любимая работа? В любом случае, нужна цель, ради которой человек прожертвовал своим временем и здоровьем. То есть, начал бы работать ради какой-то цели, несмотря на то, что у него все в порядке, полная чаша дома. То есть, социально полностью обеспеченная на вот эти 40%, но чтобы у него был смысл ради чего-то трудиться. И все. Вот, единственная проблема. Отлично, отлично. А у нас в обществе вот эта идея существует, ну, вот они, у них вот эта идея, все остальное. То есть, как работает система образования, на что настроена, значит, система воспитательная, как наши институты семьи работают, тут не рассматривается. Главное, печати, давайте, денежки на печати, я так понимаю. Главное, вот это. А там, как пойдет, это... Так у меня еще вопрос. Давайте еще вопрос. Все-таки, вот эти 3 тысячи рублей, они у меня есть, я послал в магазин за товаром. А если ни у кого не оказалось, что любят работы работать на заводе, то чего будет лежать на полках? Об этом, то есть, тут очень много вопросов возникает. Кстати говоря, вот и для нашего, с того, что газ и все прочее, бюджет откуда берется-то? Вот чего-то правильно объясняю. Бюджет берется налоги, акцизы, там, сборы всевозможные, таможные и так далее. Вот. Ну, сколько их получается, вот мы высчитали. Ну, даже если будет гораздо больше, гораздо больше. Значит, уводится в сторону вопрос о том, что мы оккупированы вообще-то давно, да? Мы понимаем, что все богатства, которые он перечислял, это не наше. Он красиво нам сказал, лес, газ, это не наше. Кому оно принадлежит в большинстве? Мы об этом говорили. А в бюджет падают только лишь огрызки из тех предприятий, налоги, из тех предприятий, которые еще работают, с которых можно что-то снять. Частично мало предпринимателей и так далее, и так далее. Вот откуда бюджетники, слово, у нас? Вот как раз бюджеты получают деньги те, представители профессионального направления, те, которые не производят этих денег. Это у нас кто в основном? Вояги, даже, ну, сами знаете, учителя там, да? Медики и так далее, государственное предприятие. Государственное управление, то есть, на самом деле, чиновники, вот если говорить про такие расходы... А, да, вот это самое главное, выкусил. Чиновников у них забывали. А вот это что-то вы присылали. Да, да, да. Подавляет, да, если посмотреть уровни все, да, вот этих чиновников, то, конечно, управляется. Которые внизу все. Они тоже с бюджета получают все это. То, что внизу, разве оно бесконечно? Ну, естественно, не бесконечно. Там они намекают, а многие как классно в эмираторах, там, то-се, понимаете. Ну, там, рождается сразу же Бог. Можно я пару вопросов? Нет, я подъезжал сейчас. А потом вопросы. То есть, то есть, а по-моему, вот если взять так вот, астрагироваться все это, астрагироваться тогда и вопрос. Ну, человек родился в Эмиратах. Человек родился в Африке. Маленькие. Они, как бы, перед Богом, ну, как бы, ну, чё, одни. А почему так? У меня уже сто тысяч, то есть, потребительские возможности покупательные вот такие, да? А вот этого ничего. Он, чё, виноват или как? В Африке Гаран не читают. Не читают Гарана, поэтому так живут, что ли? Скорее всего. Бедно. Вамирающий этот самый, да? Континент. То есть, я к чему веду? Что, когда человек родился, ничего ещё не сделал обществу, а уже покупательная способность откуда-то взялась. И мы только думаем, вот жалко, что я не арабом родился. То это о чём? Это какие качества тут присутствуют? Нравственные, если оценку нашему хотим делать и все прочее. Вот. У меня возник один вопрос. Ну, для меня тут всё понятно. У меня другой возник. Вопрос в чём? Вот если вспомнить деятельность нашей церкви не как отдельных представителей, а как системы. на мой взгляд, если сейчас вот скажу то, что я скажу, наверное, есть в этом смысл какой-то. Система эксплуатирует какое качество человека? Биологическое. Невежество. 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 Доверчивость. Доверчивость. Что это улучшение? Нет, трагедия какой-то там, они же идут спец. Трагедия какая-то существующая, они обязательно идут туда за помощью. Ага, какие-то беды эксплуатируют. А я бы ещё назвал одну категорию. Религиозность человека. Фанатизм. А разве нет? Ведь там в церкви говорят о Боге, а мы рождаемся, как в Коране сказано, Божьими людьми. Это потом нас это, по конфессиям один, вторым, третьим, делают родители. Ну, если перевести это в наш язык, это культура уже делает нас, одни и у людей, и у грима и всё прочее. А так мы ему одному принадлежим. Разводят. То есть, и совесть, то что мы говорим, это там есть эта связь. Религия, это что такое? Связь же. Давайте вспомним. Разве церковь не эксплуатирует это качество человеческое? Религиозность человека. На мой взгляд, по полной программе. Вопрос. Я почему задаю это? А теперь вопрос. А вот здесь, какие качества людей эксплуатируются? Если вот это всё, мягко говоря, нью пирамида очередная, как угодно называют это. Вот какие тут качества? Граждан, наживые. Наживые? Ну, может быть, в какой-то мере. А разве тут патриотические качества не эксплуатируются? Ну, смотрите, вот эти уроды не справляются, а на самом деле не справляются с качеством жизни нашего. Да пошли, сам буду включаться в эту работу. Ну, если будет сюда сначала включиться-то, а не сюда, когда ложка уже эта. Вот здесь давайте включаться, а тут вот здесь включается. На конечном шаге. На мой взгляд, эксплуатируются соответствующие разные качества, скажем так. И вот в этом смысле не надо тут обижаться, не надо, значит, горевать. Это жизнь. Мы ошибаемся по жизни. На мой взгляд, самое главное делать выводы. Каждый должен сделать вывод. Слушай, а я ведь на это дело клюнул. А ну-ка, теперь подумай, зачем мне это было дано? А вот сейчас посмотрел с другой стороны. А какое качество мое личное здесь сыграло, что я клюнул на вот этот... Если это, это моя личная... Может быть, это все истину, все последние станции. На мой взгляд, это обман. Я клюнул на обман. Какое качество мне не то, что я клюнул на это. Вот на мой взгляд, это самый главный урок-то. А не то, что сейчас там дано, ты пошел куда подальше, я буду дальше и все. Ты не прав или не прав и так далее. В обиды уйти там или все прочее прочее. На мой взгляд, самое главное понять, какое качество во мне присутствовало, на котором вот это сыграло. Идея выхода тупиковцы сыграли. Надо же, тысяча лет мы в тупике, а вот выход нашли ребята. Оказывается, не очень-то и сложный. Ты тысячу шариков предлагал. Взять все и разделить. Как? Шариков. Собачье сердце. Тоже проблемы таким образом. Все взять... И поделить, и разделить. И разделить. Вот. Вот такие пироги. Давайте теперь вопросы. Давайте, может быть, есть... Как я говорю? В роли прокурора давайте... В роли адвоката поработаем в этом плане. Что-то в этом хорошее. Прокуратор. Ну, хорошее давайте. Что хорошее в этой идее? Что это? Если это есть что-то... Прямое народовластие. Хорошее. Очень хорошее. И... Прямое народовластие. В чем? Возникает вопрос. Вот смотри. Прямое народовластие. Мы хотим организовать производство. Значит, если люди, которые хотят в нем участвовать, никак не сорганизуются, то каким образом все это будет проистекать? То есть, один вариант. Вы как по системе Иванова, он не пил, не ел, как говорится, не одевался в таком виде, когда у вас потребности нет. Один вариант. Второй вариант, когда у вас потребности есть. Вам вот эти три тысячи надо. Вы приходите к управлянцу, говорите, дайте мне эти ресурсы. Он вам просто так отдаст? Вот мне говорили в дискуссии в одной по поводу, вот есть, значит, конституция. Вопрос такой. Если вы с одной идеей, а ресурсы сегодня, они что, бесходные? Нет. Они у кого-то находятся. То есть, возникает вопрос, на каком приоритете, на шестом или на каком приоритете вы будете выяснять, чья правда. И второй вопрос, если мы хотим, чтобы система управления изменилась, то есть, когда говорят, что чиновники слишком много, говорится, их сильно много народа и заработки у них большие и так далее. Вопрос. Вы можете предложить другой управленческий аппарат, чтобы не стало жить еще хуже в течение переходного периода? То есть, реальная власть. Подготовьте таких управленцев, которые смогут более эффективно все это делать. А не просто прийти и сказать, вот в Конституции написано, что мне надо. Дай, пожалуйста. Это издевенчество, на мой взгляд. Конечно. И разговор о чем? Где? Власть реально здесь, а мы вот здесь застряли в этой Конституции. Совершенно надо согласиться. То есть, мы говорим непосредственно, мы обречены какие-то процессы выполнять сугубо индивидуально, работая над своей психикой. Но есть вопросы, которые действительно у нас согласиться мнением. Никакая партия, никакие семинары не решат. Они могут помочь человеку решить. Но это личный труд человека. Мы для этого собираемся, чтобы помочь друг другу. Но работу непосредственно со своей психикой, ну это глубоко индивидуальная работа, глубоко индивидуальные твои молитвы и все остальное. Есть процессы, которые сугубо индивидуальны. Но извините, Бог так вот предусмотрел, что мы живем компаниями. Извините, да? Поэтому есть процессы, которые невозможно решить индивидуально. Причем эти процессы вот по разному уровню. Ну надо же, ну как вот человек, насколько адекватен. Я не подписывался под законом, а нас законы там регулируют. И правила дорожного движения. И пошло-поехало. А я не подписывался. Я как хочу, так и буду ехать по улице. Так что ли получается? Абсурд. Как можно непосредственно обеспечить работу больших хозяйств макросистем? Непосредственно. Только лишь через опосредованно, а непосредственно на мой взгляд, создавая такую, такой личный уклад в информационные потоки общества. Чтобы действительно и кредитно-финансовая система работала на оптиму, и транспорт работал на оптиму, и сельское хозяйство процветало. Система образования нам давала и воспитание, ну это вместе обучение и воспитание. Людей формировала, во всяком случае способствовала формированию. Вот это непосредственно. Ну да, а вот это что-то. Тарелки с ложкой. Можно я скажу такую вещь? Вообще вот это вот то, что там забрать 40% из бюджета и раздать что-то народу. Я вообще сейчас рассматриваю это как политическую, эмоциональную диверсию. Дело в том, что сейчас планируется на много лет вперед модернизация экономики вообще-то. И она идет и в социальной сфере, и в том числе и в социальной сфере во все, что нам связано с тем, что Медведев называет создается среда, в которой бы человек, гражданин российский, мог самореализоваться. То есть фактически они занимаются процессом модернизации экономики, чтобы каждый человек мог реализоваться творчески. Вы считаете, на самом деле они занимаются этим? Ну, во всяком случае об этом говорят. Так вот получается такая вещь. Если 40% из бюджета, которые и так 3% в дефиците, извлечь 40%, то у них ничего не получится. Получается, что это своеобразная диверсия оппозиции. Вот. И поэтому ставить вопрос о том, что вы именно изымаетесь средства из бюджета, вот так вот бездумно, по 10% всем раскидали, это диверсия. В принципе ничего не обосновано. Да, естественно. И вообще в целом выходит так, что получается, что пытаются с помощью народа, который в невежестве, которые до конца толком не понимают, что к чему, да, вот там почти 2 миллиона набралось, да, уже скоро там наберется. Вот. То есть фактически 2 миллиона дураков, которым просто поманили вот этим рублем, да, копейкой вот этой, вот они все собрались, убежали, типа вот, а вот все, мы вот оппозиция, мы не согласны. Вот. Это то же самое. И поэтому я как бы вот на это дело смотрю, как на диверсию, и не более того. Спасибо. Но вообще, о том, что это непосредственно власти, то, что об этом говорят, это конечно полезно. Голубо неплохо алкоголь именно перекрыть вот таким Конечно. В этом смысле вспомните Конституцию Сталинскую. Во многом она же очень, даже все признавали на тот период, она самая передовая. В этом смысле польза от Конституции в чем? Ну, если там хорошие слова забиты, даже вот наша Конституция дядь, там есть нюансы какие-то, противоречия все прочие, но есть вещи хорошие. Только в том случае хорошая Конституция написанная хороша, если она к ней стремятся. Концепторная власть стремится обеспечить то, что там записал, продекларировал. И она очень плохую медвежью услугу всем общим, когда оглашения одни, а реализация прямо противоположная. Как часто и бывает. А для этого и работает фантик этот, красивый. И красивые законы и так далее. Ну, судя по тому, как Медведев там с Путиным, в общем, шорох навели у себя во власти, я думаю, они там конкретно заинтересованы именно в поднятии экономики в инновационном плане. Потому что они прекрасно все понимают, что на нефти они далеко не проживут долго. Ну, это немножко другой разговор. Хотя вы правы. Это вынуждена наша элита в лице и одного, и второго, и уже Сыркова начинает злиться на наших предпринимателей, которые ничего не могут подпринять. Что? Они злятся, посадили хоть одного под суд? Разговор-то не важно, чтобы поддать под суд людей, которые умеют зарабатывать деньги. Сегодня в этом самое главное направить силу этих людей и посудили, чтобы они занялись на реализацию институтом основных, краеугольных. У нас это семья, действительно, система образования, а дальше уже пошла экономика и все остальное, да, органы власти. А вот там мало чего. Ну, шорох, он говорит, навели. Ну, шорох, шорох, это что? Я и думала, что это он имел в виду. Попытки вот эти что-то решить, меняя там представителей клана, насколько это... Шорох, я имею в виду даже... Хорошо, давайте вернемся сейчас к этому обсуждению. Потому что мы далеко управляем. Ирина Николаевна, пожалуйста. Вот я хочу сказать, что вообще Конституция неправильно составлена. Потому что в ней есть умолчание, которое позволяет устроить такой проект, когда в основе это неправильно, потому что вот то, что на лотахове являются главным, да, то все, что остальное заложено в Конституции, оно это не поддерживает. Или же в умолчаниях остается, что на самом деле не народ, а какие-то совсем собственники другие. То есть если бы нам было написано про человеческие истории, психики, про концепцию и так далее. А вот это поражение, что выразь принадлежит народу, оно ничем не поддержано в Конституции. И поэтому требовать вот этого, и опираясь при этом на материальную сторону, это неправильно. То есть нужно было раскрыть вот это понятие, что выразь принадлежит народу. И это прямо раскрывается через все наши приоритеты и всю эту концепцию. А вот так вот, то есть имеется документ, который не обоснован, то есть какие-то нет в нем логики в нашей Конституции, получается так. И при этом требовать, чтобы соблюдались какие-то положения, которые не поддержаны всем остальным, это безграмотно, логически и юридически нужно. Потому что нет гарантии. Если гарантия в документе не прописана, то как же можно, ну требовать это можно, но требовать нужно уже развернуто и не вот этим вот простым материальным. Ведь есть же бюджет и есть статьи восхода. Ну все же из бюджета. А статьи восходные кто будет делать? Это абсолютно бессмысленное и надуманное какое-то мероприятие. Оно бессмысленно в своей основе. То есть нельзя требовать от документа, в котором это не прописано, как это осуществляется. Но тогда требуйте, чтобы это осуществилось. А одними вот этими материальными мероприятиями осуществить это невозможно. Потому что политическая власть здесь заложена, политическая система, концепция, вот это вот все. Это абсолютно бессмысленный проект. Конечно, спасибо. Это совсем бессмысленно. Если вспомнить, что стоит на голову, то это не бессмысленно. Одну секундочку. Надо не забывать, что что-то подобное у нас уже было. Помните, приватизация как-то? С чего это было? И это тоже, да. Да, училизация была. Раздали. Что-то подобное. Раздали всем по уровню. Смотрите, какие мы это нужно делить. Все, теперь все классно. Мы все правильно поспорили. Я бы хотела дополнить то, что говорила Ирина Николаевна. У нас, если говорить о непосредственном управлении, то мы говорим о законе об ответственности управленцев. То есть свое непосредственное управление можно проявить в том, что, во-первых, чтобы у каждого была возможность стать управленцем, и во-вторых, чтобы у народа был контроль за действующими управленцами. То есть вот если в это русло непосредственное управление развернуть, то это соответствует. То есть можно больше реального получить результата. Да. И вот как, еще один пункт. Как отчитываться? Тут непосредственно мы будем отчитывать президента. Вот я написал. Сейчас, сейчас, секундочку. Значит, на вот эту сумму у меня, значит, столько-то бутылок водяры ушло, столько бутылок пива, сколько-то еще чего-то ушло, столько-то сигарет у меня ушло. Я же отчитываюсь. Точно же? Ну, наркотики там указать не могу, потому что, ну, как бы, мне там чек нигде не вызвали. Ну, напишу, что он потерял эти деньги и остальные пошли. И пошло, ну, понятно, да, юмор как бы? Не целевое использование. Так. Не целевое использование, да, вот этих 300 или 30 или 3000 в месяц. Не целевое. Вообще, речь идет о том, что, осуществляя непосредственную власть народу, да, народу, для того, чтобы развивать какие-то социальные проекты, да, в скваченную или еще как, либо лично для себя, им нужна экономическая составляющая. То есть, они, как заказчик, да, заказчик на услугу, пошел к соседу и заказал там столик во дворе, да, вот, нужно, чтобы эта работа была оплачена. Либо она оплачивается управляющей властью, опосредственно, да, то есть, как проект организуется, это все там, вот, нанимаются там подрядчики и так далее, они все это дело выполняют и все, по запросу, может быть, да, там, жильцов. А тут речь идет о том, чтобы именно оплатить эту работу. То есть, у меня нет денег, но я хочу, чтобы стол стояло. Вы мне дайте денег, потому что я на них имею право. Вот, и все, и так далее. Вопросы производства, мы уже вам указали. Да, то есть, я хочу, пожалуйста, еще плюсы хочу все-таки найти. Давай, давай. Я в том, что идея гербовой печати каждому, в принципе, заслуживает внимания. Другое дело, что здесь реализация сомнительная представленного проекта, а в принципе, это поможет человеку ощутить себя чем-то. это один из способов вывода из животного состояния для многих людей будет. Когда у тебя есть печать, да еще и гербовая, то ты уже правоимущая. Одну секундочку. Это все? Нет. По печати? Для нас, вот, собираем какие-то подписи. И человек уже, представляете, собрали подписи какую-нибудь Думу нашу, и там уже не подпись будет человека, а печать с его именем. Статус какой-то. Статус какой-то. Статус показать. Вот. То, что мы долбим. Да. Посылать туда надо. Все прочее. Вот мы долбили, значит, по восьми адресатам. Премьера, президента, значит, прокурора, МВД. И пошло-пошло там по всем, да? От всех пришли ответы. Ну, вот я не успел опечатать сделать лично. Я писал эти письма, фамилия, имя, отчество, ровность, и ставим. Ну, пришли ответы. Пришли ответы. Без печати. Без моей печати личной, гербовой. Пришли ответы. Соловьем Олегу Владимировичу. Адрес. Сейчас почитаем. Получается. Супер вообще. Получается. РФ. Номер 0911-2010-15. Ну, по адресу. И ответ. Уважаемый Валерий Владимирович. У меня печати не было. Печати не было, гербовой. А не ложительно отвечаю на вопросы. Ну, ответы какие-то. Правда, сами печать не ставили. Сами, правда, не ставят печать. Я то, что больше людей такие письма ставлю. Уважаемые. Уважаемые. То есть. Ну, извините. Статус. Это самое. Отвечаем. Винам точно так же ответит. Я тут не отвечаю. Там стоял герой. А что тут ответили? Знаете, да? Не буду сейчас перед камерой. Отписка. И так от всех этих вот. Второе. От прокуратуры. Та же самая отписка. Ну, что тут показывают? Дурак или дурак. Понятно, да? Понятно. Дурак или дурак. Зачем эта печать? Можно. Можно. Посылать туда все. Долбить. Нужно влиять на власть. Ну, давайте так, чтобы содержательные эти предложения были. Хотя вы знаете. Иисус ходил кому? Он что? А к этим ходил что ли? Да нет. Там среди людей работа. То, чем мы занимаемся. Хотя их долбить надо. О чем разговаривать? Я просто хотел вот в историю вообще Конституции, да? Конституцию у нас в России вводили, да? Как еще? Эти декабристы хотели, да? Ввести Конституцию. Изначально. Они сводились там. Ну, уже как бы доказано, что они сотрудничали с английскими служами. То есть, эту Конституцию нам почему-то навязывали все время. Ну, чтобы у нас в России была Конституция. Скажем, в Англии, да? Нет Конституции так. Между прочим. И вот сейчас, да? Вот как бы за эту Конституцию надо подергать, да? Какую-нибудь там статью спорную выискали. И каждый раз дергают. За 31-ю, за 7-ю. Вот все дергают. То есть, нам ввели эту мину замедленного действия. И постепенно как-то дергают. То есть, вот это такое концептуальное управление ихнее. Нами. То есть, я вот только так вижу. Совершенно правильно. Мало того, что Конституция. Вы посмотрите сейчас на законодательных актов сколько? Не просто законные, а кодексы. Трудовой кодекс. Гражданский. Дальше вот этот. И все прочее. Начинают писать. И потом они друг другу налоговый кодекс. И пошло-поехало. Противоречия. Зачем? А замысел какой-нибудь? На вести порядок в обществе, в том числе в юридической сфере? Или что? Замысел какой-нибудь? Да не случайно, а множится вот эта масса законов. А если общество к добру идет все больше и больше к добру. Там что с законами будет? Как обращаться все будет? Да не вообще. Сухой закон мне нужен? Не нужен. Что еще там? Не воруй то-се три десятых. Да зачем мне этот закон? Я и так от души это буду выполнять-то. Поэтому вы правильно заметили. Не просто по Конституции, а Конституцию как основной закон. Дергнули. Это же основной. Вы как это? Они не посмеют. Это же основной закон. Еще. Так. Дело в том, что фокус в том, что Конституция, как говорится, новый закон. Его в 93-м году ее приняли. Причем приняли двойным способом. Вроде бы как народный референдум. И вроде бы как Госдума ее еще утвердила. Тот же состав Думы принял концепцию через два года. В 95-м году. Можно рассматривать так. Конституция основной закон, концепция основное дышло. Закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. Кто знает, так скажем… Забыли? Минутку. Дышло это… Короче говоря, закон это слова. Дышло это смысл, который в эти слова можно вкладывать. Дело в том, что у юристов есть такие правила. У них… Вот почему в Греции никто никогда не ездил на двудышловой тройке. Монопольное право ездить на двудышловой тройке принадлежит либо самой Фемиде, либо ее статуе. Так… Я пока не буду… Просьба, не вводи так… Сейчас… Я… Непонятно нашим слушателям. Почему? А вот сейчас… Первый пункт очень хорошо сказан. У меня рада вопрос. Греции с одним дышком – это вообще одноколка. Кто в нее предал? Нет, нет, нет. Вот сейчас внимательно слушайте. Я специально напомнил греческих юристов. Жрецов Юпитера проклятых для Фемиды. Вот… Юристы, чем они знаменитые? Они у себя всех регистрируют. Юристы. Юлят. Юлят. Юристуют, еврействуют, юродствуют, юрят и юлят. Так вот, вот эти деятели – это претенденты на новый способ. Дело в том, что у нас в России не всегда юристы все чиновничеством управляли. Чиновничество – это аппарат, который работает со времен Петра Первого, открыто работает на юризме, или на юридизме, так его называют. Но! До Петра Первого чиновнический аппарат тайно работал на юридизме. А во времена Ивана Грозного он работал не на юризме, не на юризме, а на опричнении. До Ивана Грозного опять на юризме работал, но тайно. А до Ивана Третьего мужа Софьи проялог. Но мы куда зайдем туда? Минут, минут. И что из этого? Сейчас, сейчас. До Ивана Третьего он работал на баскаковщине. Басманное правосудие. Басмаки, басмачи, баскаки – это одно и то же. Басма – это оттиск. Другое религиозное основание для власти. Опричненная баскаковщина – это одно и то же. Смысл. Да, смысл. Вот эти деятели, они, баскаки, опричники, юристы, они все у себя регистрировали. Какая сделка действительная, какая нет. Вот эти деятели – это претенденты на новых баскаков. Альтернатива юристам. Это два способа. Либо дешевый способ создать партию… В последующем набрать… Да, да, да. Набрать. Половина из двух миллионов, половина проголосует за них. Они уже свое дело выполнили. То есть они проползут в Думу. И второй способ – не просто партию. Это создать альтернативную систему чиновничеству, альтернативную юризму. То есть либо на Баскаковщине, либо на Опричники, либо на Хазаровщине, либо на Варяговщине. Вот четыре вещи, которые были оттенены. Просьба, мы, может быть, слишком хорошо думаем о каких-то замах. На мой взгляд, они тут лежат на поверхности. Вот. И все. Вот самое главное, на мой взгляд. Но то, что было сказано о Конституции и по слушаниям концепции, действительно важно. Но вопрос в чем? Мало огласил или мы там затвердили, что-то там Дума приняла. Ну и что? Огласить – это ничего еще. Вот если продвигать ее, двигаться, на базе ее строить отношения – вот это вот наша задача. А то, что они этим заниматься не будут, по-моему, новейшая история показала. Ну и по недосмотру они нас там затвердили, условно говорят. Рыбкин же пострадал после этого. Видели? Все остальные там ушли в сторону. Поэтому. А то, что дышло, действительно, но мы должны овладеть это самое, да, путем, чтобы это дышло направлять. Но нас пока еще везде. Челенок не хватает, мало. Многие отошли в сторону где-то, занялись личными вопросами. Кто-то самостоятельно вне структуры работает. Дорогий Бог, он лишь бы работал. Хорошо. Ну что, выводы или, как бы, заканчиваем, да? Вот самый главный вывод, на мой взгляд, каждому подумать. А на чем меня взяли? Вот МММ прошло, да. Слушай, мужик, ну ты потерял квартиру. На чем тебя взяли? Подумай. А сейчас слух пошел, что попытки идут возродить по-новому. Я говорю, ну как вот это? Я буду только приветствовать. Я лично буду теперь приветствовать, ну как, если вы уже после такой учебы не понимаете, ну как? Ну я, конечно, буду. Понятно, да? Что там поддерживают? Ну я могу дополнить, так как я участвовал в этих обсуждениях в интернете, в скайпе, там, в текстпите. Вот. Там первое, что… Во-первых, они говорят, что вот эта вот идея, она может, в принципе, и сплотить людей каким-то образом. Потому что по-коммунистически, вот как там у них звучало, что капиталист сам себе готовит могильщиков. Вот когда все собираются на заводе, это коллектив, они как бы мыслят соборно. Вот. И, собственно говоря, вот эта вот идея сама по себе, она соборная. Когда люди могут собраться, а потом в этой соборности можно какую-то информацию примешать. Ну, допустим, концепция общественной безопасности. А второе, говорят, так это же только идея, ее же надо доработать. А там посмотрим. Ну, грубо говоря, референдум проведем, а там посмотрим, что дальше делать будем. То есть, собственно говоря, еще теории нету такой основательной, на которой можно было бы там попрепарировать, посмотреть, да, как она работает, не работает, просчитать, кто более-менее умнее. Ну, вот то, что я уже знаю. Ну, не то, что это… Разговора нету, мы это уже выделили. Вот об этом, самом главном, то, что в жизни у нас, да, это потом берется из-за этого главного, вот эти все вещи берутся, да? Да и эти берутся, вот эти все. Об этом-то вообще разговора нету? Нет. Вы посмотрите, зайдите на ее форум или сайт или все прочее, что там предлагается в вот этой главной сфере, начиная с разных вещей, то, что формирует, и пошли по производству. Ну, что там-то, ложку, книгская, это… Ну, как предлагается, я взяла 3 тысячи рублей и пошла открывать свое частное предприятие, где я буду работать вот по душе. По душе. А среда? Среда вам разваляется? Молодно и все. А это не рассматривается. Ну, короче, немножко, ну, насколько мы целый семинар этому посвятили, к сожалению, по элементарным этим вещам, ну, посвятили, да и посвятили почему. Для души тоже смотреть, да? Да, это тоже маленькие шажки к росту нашему личному. Почему нет? Надо видеть. Ну, и на будущее, наверное, будут другие проекты, особенно те, которые будут эксплуатировать. А посмотрите, вот этих наших… Ой, Зинаида Ивановна, вы пропустили. Самая главная вещь. Такой бы адвокат сейчас были бы. Да? Да. Надо вовремя на семинаре ходить. Значит, посмотрите, сколько всевозможных группировок в стране, да? Патриотических, все прочее, 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 да? В которых люди, ну, действительно, не в самых плохих качествах находятся там и собираются. Во всех организациях. Даже можно найти среди и яблочников, и СПСов, и так далее, гражданской сирии, там можно найти. Пообщайся с ними. А почему тут? А вот у них тут, тут, тут. Вот это я хочу, вот это. Вот это. Смотри. Мотивы. Ну, самые плохие бывают. Ну, вот эти мотивы наши, правильно было сказано, по невежеству, по еще каким-то вещам, в отсутствие развлечения, наверное. Хочу быстрого результата. Вот. В отсутствие развлечения. А развлечение давайте вспоминать опять же, откуда оно дается, кому дается и за что дается. В этом, давайте пересматривать свои нравственные мерилы. Вот. Я не знаю, с чем связана такая поговорка, что простота хуже воровства. Я не могу понять, насколько она породила. Ну, простота-то значит, ну, как бы, что, что-то не увидел, и тебя на этом обманули. Я не знаю, что это хуже, чем воровство. Ну, вот такая, что-то похоже, смысл, может быть, какой-то глупый. Но, вот, от некой простоты нам, ну, наверное, надо отходить и смотреть. Чем больше простых людей, тем больше воров просто появляется. Как? Чем больше простых людей, которые там ничего не улавливают, тем больше воров появляется. А, вон как, глубоко там сидят. Поэтому у Сталина была... Молчайте, какие хорошие, вот, спасибо. У Сталина была правда. Есть дурак, а есть он и враг. Дурак не понимается, а враг хорошо работает. Вот, мне понравилось. Действительно, чем мы проще, тем мы способствуем появлению, вот, то, что вы сказали, явления обмана, воровства. Простота палочка об двух концах. А бывает, простота – это характеристика таланта. Потому что все в себя талантливые люди, они были очень и очень простые, простофили. Иван Дурак, да? Да, Иван Дурак – это самый талантливый человек. Вот. Поэтому, не надо сильно простоту осуждать, надо быть, меру сдать. Да. Ну, там дурак сегодня изощренно работает. Те, что иди в кем, там, 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 там. Хорошо. Эту тему, считаю, закрытой. А есть еще что? На пространстве... Маленькое замечание по поводу гербовой печати. Да. Герб – это государственная символика. И печать гербовую могут делать только государственные учреждения. Ничего подобного. Ну, факт тот, что они уже часть собрали печати. Даже, я знаю, некоторые уже в Новосибирске прикупили, а некоторые заказали эти печати. Ну, наверное. А некоторые получили. Вот она. О, некоторые даже получили. Вот она. Вот она. Потому что это никто не контролирует. Вот теперь я, извините, вам скажу так. Скажу так. Вы особо не хватаетесь. Нет, я... Вообще-то, пускай пусть думают, что мы еще живы. Живы. Себе потом возьмите. Пришел ответ, что мое заявление к Медведеву отправлено в кабинет финансов. Ну, в общем-то, пусть знают, что мы еще живы не померли. Пошла работа. Пошла, да. Вот она печать. Вот так вот. Можно на момент сказать про простоту? Печать можно сделать. Деньги тоже рисует. Но это не значит, что можно это делать. Так. Деньги преследуются тоже. Ну, что ты скажешь? Давайте этот вопрос... Если в законе написано непосредственная власть, да, закрою. Значит, я могу сам ее писать. Достаточно мы подробно рассмотрели его. Вот. Я очень сожалею, что Зината Иванова отсутствовала на этом семинаре. Так. Ну... 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 Ну...